Ну что, в принципе, все готовы? Я вроде тоже. Сегодня мы поговорим о гипотезах, о работе с гипотезами и как понять, что мы, или не понять, или задуматься хотя бы о том, что мы иногда сами себе врем. Ну и, соответственно, врем другим, потому что мы просто слепо уверены в том, что мы правы. Меня зовут Виктор Яковлев, я работаю в Wargaming, занимаюсь на данный момент что-то вроде CRM для игроков. Event-based, в общем, штука, которая позволяет показывать людям вовремя что-то. Мы работаем с гипотезами ежедневно, я в том числе. Кто работает с гипотезами на постоянной основе? Вот, молодцы. Хорошо, значит, у вас что-то болит, да? Хорошо. Я, пожалуй, начну с цитаты Юргена Клопа, это тренер Ливерпуля. Он однажды сказал достаточно мудрую фразу. «Мне гораздо важнее проигрыш, которым я понимаю причины поражения, чем победа, в которой я не понимаю, почему я выиграл». Поэтому у нас очень часто бывают кейсы, когда мы выиграли и реально считаем, что мы понимаем, что мы делаем, начинаем воспроизводить этот опыт, а он не работает. Как любые менеджеры, мы работаем с неопределенностью. Неопределенность будет всегда, она никуда не девается. Мы видим для себя, строим карты какие-то, где-то какая-то терра инкогнито, собираемся ее захватить, где-то устраняем эту неопределенность с помощью гипотез, проверки гипотез. Но зачастую коварство строится, состоит в том, что в нас самих есть информация, которая неверна, и мы про это не знаем. И давайте сейчас попытаемся понять, как это происходит. В принципе, любая проверка гипотез идет через классический эксперимент. То есть мы сначала задумаемся, для чего мы это делаем, потом определяем условия, определяем, что мы будем подавать на вход, что на выход, что является для нас, что мы можем менять, на что влияет некая внешняя составляющая. Затем определяем точность измерений, составляем план, статистически обрабатываем, объясняем результаты. Вроде все понятно, все это вроде делают, да? Но вопрос первый. То есть кто на это все учился? Нет, вообще, ну то есть на самом деле кто подходил к этому вопросу достаточно научно, а не просто так. Окей. В общем, что вообще, ну на самом деле, если переформулировать этот эксперимент, что на самом деле нужно уметь определять условия, нужно уметь формулировать цель, нужно знать, как определять ход и выход, нужно понимать, как выстраивать, определять точность, для чего ее нужно выстраивать. То есть у нас очень многие вещи проходят сами собой, то есть мы не задумываемся над тем, как мы это делаем, как мы проверяем эти эксперименты, что мы хотим этим достичь. И поэтому оголтело, получается, левые результаты. Ну, соответственно, вопрос номер один. Умею ли я все это? Действительно ли умею? Коварство второе. Прорабатывая гипотезы, мы неизбежно начинаем опираться на наш личный опыт. То есть мы, в принципе, люди-то по-любому с каким-то личным опытом, хоть 18-летние, хоть 30-летние, хоть 50-летние. Но вопрос в том, что мы-то себе доверяем слепо, и здесь возникают проблемы. А действительно ли наш опыт чистый? Действительно ли мы каждый раз, когда клали какую-то частичку информации в себя, проверяли ее критично? Или нам кто-то кулуарно сказал какую-то фразу, которую мы где-то подхватили и восприняли это как истину в последней инстанции, и начинаем на нее опираться? Это просто страшнейшая вещь, которую мы часто не перепроверяем свою информацию, которая внутри у нас находится. Потому что любая информация, любая попытка выстроить причинно-следственные связи, почему мы думаем, почему мы думаем, что продукт будет продаваться, почему мы думаем, что продукт будет нужен пользователям, рано или поздно будет граница, где мы будем опираться реально на то, что мы знаем и думаем, и мы в этом уверены. И мы это даже не проговариваем. Собственно, вопрос, который нужно себе задавать. Каждый раз, когда прорабатываешь гипотезу и выстраиваешь ее в какой-то стройный ряд, окорректен ли весь мой предыдущий опыт, на который я опираюсь? Дальше. Мы, когда эта картинка, кстати, Red Bull устраивает всякие контесты, на самом деле на самый эффектный вылет на каком-то самолетике в воду не суть важно. Когда мы делаем продукт, часть гипотез в любом случае мы не можем покрыть. Мы говорим себе, что, ребята, я эти гипотезы, оставшиеся, хочу проверить рынком. Ну, окей, я запущу, посмотрю, скорректируюсь и дальше буду действовать. Ну, окей, хорошо. А вопрос, можем ли мы понять, что пошло не так? Вот, например, успешный продукт. Хорошо, он вышел. У нас было три гипотезы, которые мы просто слепо закрыли глаза, сказали, мы выпускаемся, как пойдет, так пойдет. Выпустились, у нас все вроде бы подтвердилось. Но какая из гипотез подтвердилась? Может, они неправильные обе, они сдали, замкнулись на себя, и в конечном итоге все не так. А когда получаем какой-то негативный опыт, например, то есть у нас выпустился продукт, он не пошел. Что менять? Что из этих трех гипотез мы должны менять? То есть мы совершенно не планируем эксперимент, как выпуск MVP. Ну, например, мы на это все полагаемся, но у нас что-то не выходит. Следующее. Очень страшная штука. Когда это особенно касается продуктов, которые не с самого начала на продукте. Кто? Есть такие здесь? О. Вот. То есть вы, в принципе, берете опыт предыдущих людей, который как-то изложен в виде продукта, где очень мало чего задокументировано. Вы пытаетесь вытаскивать эту информацию из тех людей, которые были до этого на проекте, в той или иной степени. Почему мы решили так? Что мы делали? То есть вы делаете, в принципе, реверс инжиниринг проекта. Ну, продукты. Почему мы так решили делать? И в результате, ну, где-то у нас какие-то доводы работают, какие-то не работают. То есть у нас, в принципе, нет системы хранения гипотез. То есть любая гипотеза, как и любая банка с продуктами, она имеет срок годности, имеет определенные условия, когда ее можно открывать, когда ее нельзя открывать, на каких рынках эта гипотеза была проверена, на каких не была проверена, например, какой контекст мог уже устареть, в рамках которого она все проверялась. И это тоже является проблемой. И в результате то, что у нас хранится в голове, оно совершенно оторвано от контекста. Мы храним знания какие-то фрагментальные. Ну, это, в принципе, известно по огромному количеству исследований о том, что человеческая память хранит только какие-то якоря, не хранит детали, а именно дьявол-то кроется в деталях. И, соответственно, вопрос, который себе точно нужно каждый раз задавать, это «А что я делаю, чтобы сохранить знания?» Ну, гипотезы подтвержденные. Соответственно, что делать, с чего начать? На мой взгляд, первое, с чего стоит начать, это все-таки пройти какой-то курс по критическому мышлению, потому что нам нужно всем научиться. Это, на мой взгляд, просто база, с которой нужно начинать. То, что мы должны критично относиться ко всему, потому что это влияет на продукт. Если мы в чем-то облажаемся, это в конечном итоге будет в продукте. Дальше. Понимание цифр. Это вот как раз работа с экспериментами. Я сталкиваюсь в своей работе с большим количеством людей, которые реально не умеют интерпретировать цифры, не выстраивают эксперименты. Зачастую делают какие-то эксперименты, не всегда понимая, зачем они это делают. Ну, беда с этим бывает. Дальше. Очень важный пункт — это чистка своих знаний. То есть, когда ты приходишь к кому-то, пытаясь излагать какие-то свои мысли, ты должен перед этим проговорить каждый пункт, почему я так думаю, вплоть до каких-то, я не знаю, детских воспоминаний. Почему я так думаю? Ну, это за раз делать не получится, это должна быть определенная культура, то есть вы должны просто-напросто выходить каждый раз, доставать кусочек грязного белья, перестирывать, класть обратно по полочкам и пытаться проанализировать, какие до этого выводы вы делали на основе этих знаний. И хорошо у вас они сейчас очистились, что вы будете менять в своих суждениях. Дальше. Тут важный пункт, вот четвертый. Смотрите на то, что вы делаете. Именно смотрите. Потому что пока все у вас в голове, все выводы у вас в голове, вы не можете на них посмотреть со стороны, и не можете показать другим. Я много раз нарывался на ситуацию, когда я выстраивал свою картину мира, вроде как в встроенном дереве, какое-то все было красиво. Но когда я приходил к другим людям, говорил, смотрите, как я думаю. И люди говорили, вот здесь неверно, здесь неверно, здесь нужно подумать. И я приходил, переделывал это дерево. То есть где-то с пятой итерации я начинал мыслить и мыслить контекстом других людей, других стейкхолдеров, других, я не знаю, разработчиков. Начинал лучше понимать мир. Каждое замечание я прорабатывал. Возможно, какие-то пункты там и оставались, потому что мне указывали на то, что это неверно. Я потом приходил и говорил, что, ребят, нет, это верно. Вот у меня доводы есть такие, у меня такие есть доказательства, такая статистика. И в конечном итоге вырисовывалась правильная картина мира. Она, конечно же, не идеальна, и может быть какая-то мелочь, она в конечном итоге все испортит, но это уже попытка понимать лучший контекст, в котором мы все находимся. И тоже важный пункт — сохранение гипотез. В принципе, это должна быть определенная культура. Каждый раз в Wargaming, она частично есть, у нас есть отдел исследований, который документирует все исследования, указывает обстоятельства, в которых они были сделаны, указывает, на каких рынках проводились исследования. То есть всю эту информацию можно достать и понять, что, когда делалось и когда проверялось. И это очень важно, потому что вы всегда можете понять и сослаться на что-то, ну, на какое-то исследование, которое вы проводили для подтверждения какой-то либо гипотезы. И более того, ваш последователь может это сделать. У меня был очень интересный опыт работы с одним главным бухгалтером в Беларуси. Ввиду того, что далеко не всегда словам госслужащих можно было доверять, потому что все равно в конечном итоге в суде тебя могли как-то это все переиначить, и ты не мог сослаться на человека. Она научила меня задавать один простой вопрос. Отлично. Я очень рад, что вы мне это рассказали. Ну, покажите, где это написано. Вот. Вот. Это очень важный пункт. И если научиться задавать эти вопросы, это реально можно нарастить хорошо культуру использования гипотез в компании. Вот. Собственно, спасибо. Вопросы? Вопрос очень простой. Ты в конце сказал, что нужна культура работы с хранением данных о гипотезах, о том, что было сделано, почему, как и все такое. А как вы это делаете? Хоть какой-то есть фреймворк, шаблон? Технически, как вы не знаете? Это может быть доска для трелла, где вы это все храните историю? Может быть, это Excel или у вас своя система? Как вы работаете с хранением этой информации? Потому что это реально боль. И хочется понять. Ну, давайте так. Я еще только иду к этому. Я сразу. Я такой же, как и вы. Но я просто... Для меня это сейчас боль. Я сейчас для себя... Ну, я ее проанализировал, понял, что нужно делать, какие вещи... Я часть... То есть, во-первых, я уже половину пунктов из... Вот, которые я озвучил, я их прошел. Вот. С хранением гипотез, слава богу, мне повезло. У нас в компании они аккуратно хранятся. Но далеко не все. Это уже все равно нужно делать какие-то рассуждения. Во-первых, все гипотезы у меня... Ну, я стараюсь излагать всю проблематику с гипотезами. В первую очередь в Вижене. То есть, Вижен продукта содержит в себе ряд рассуждений, которые приводят к какому-то выводу. Дальше. Что касается подтверждений гипотез. Подтверждение гипотез, оно идет, во-первых, в переписке. То есть, ты каждый раз высылаешь какое-то о том, что... Например, по Вижену. У тебя идут, соответственно, пожалуйста, подтвердить проблематику. Ну, у меня благо сейчас стейкхолдеры все рядом. Ну, те люди, которые потребляют продукт, они все рядом. Если же это клиенты, это, опять же, обычная табличка. Просто, условно говоря, исследование, при каких обстоятельствах, для чего оно делалось, регионы, можно выставлять срок годности. Срок годности, потому что вы понимаете, что реально это исследование через полгода устареет. Можно выбрать себе какой-то дефолтный срок годности, если вы четко понимаете, что вы просто его не знаете, и что эту информацию нужно перепроверить через какое-то время. Вот и все. То есть, по факту, это такая акселька, условно говоря. Она должна быть общедоступна. Кто тогда спрошит? Ну, неважно. Это очень, ну, я не вижу смысла делать какой-то суперкрутой инструмент для этого. Ну, единственное, что хотелось бы, конечно, добавить, но я, честно говоря, я много лет пытался привить какую-то культуру использования деревьев, syncing processes, да, но я просто понимаю, что они пугают людей, и ты просто должен садиться с ними рядом, чтобы человек не пугался, проговаривать с ним просто какие-то аспекты, и все, для себя удостоверяться. То есть отдать дерево кому-то на то, чтобы он там в нем покопался, это, ну, отчасти глупая затея, потому что, ну, это должна быть определенная культура. Ну, а практика показала, что люди не готовы к этому. А ты не выбираешь людей, с которыми… Ну, с точки зрения стейкхолдеров. Ты сказал, что когда в одном релизе содержится несколько гипотез, то потом можно не понять, что произошло. Вы научились разделять один релиз, одна гипотеза, или вы все-таки научились оценивать правильность гипотез, когда несколько гипотез в одном релизе выходят? Ну, во-первых, первое правило радиолюбителя — не крути две ручки сразу. И поэтому нужно стараться, вот если есть какая-то неизвестность, стараться понять, что мы неизбежно будем выпускать продукты, в которых будет 3-4 неизвестных гипотезы. Это понятно. Но вы должны быть честны сами с собой. Вы говорите команде, мы идем в релиз. Вот смотрите, вот это мне известно, вот это неизвестно. Здесь мы идем на обу, мы хотим это проверить. И здесь у меня неизвестность, и здесь неизвестность. Вы честны перед собой, перед командой, ну да, конечно, это может испугать людей, что они там, как бы, как же ты такой же наш лидер, во всем уверен, а тут вы говорите неизвестность. Но на самом деле это просто, ну, если вы не будете сами себе это говорить, вы ничего этого не поймете. То, что вы будете выпускать, да, вы будете, но каждый раз вам будет это некомфортно. И каждый раз вы будете стремиться к тому, чтобы разобрать ситуацию таким образом, чтобы четко понять, в чем была потом проблема. Потому что если вы будете каждый раз ходить с неизвестностью, вы ничему не будете... Можно потом куларно? Ты вот, привет, ты вот так в пяти пунктах сказал, прежде всего пройдите курсы по критическому мышлению. А можешь прийти к примеру? Потому что что-то у меня в голове не всплывает таких курсов сходу. Сейчас я могу расшарить потом картинку. Я сейчас слушаю, переслушиваю курс лекции американский, американского университета, я уже не помню, по критическому мышлению. Там дядька такой рассказывает, который, собственно, сумел сагрегировать кучу знаний отовсюду. Могу пошарить эту ссылку. Очень клевая книга, всего 30 долларов. Виктор, спасибо, очень полезно. Тут вопрос был по поводу, где хранить гипотезы. Мы просто используем сервис, который называется PipeFi, и там есть шаблоны по гипотезам. То есть кому-то может быть полезно PipeFi. И там можно, собственно говоря, вот эту методологию о том, что в каком формате гипотезы хранить, там можно взять. Я просто еще хочу заметить, что на самом деле я здесь скорее поднял проблематику и попытался ответить на какие-то... Что можно, с чего можно начать. Если у нас в ближайшее время появится еще ряд докладов на эту тематику о том, что можно делать и как можно, например, определять четкую схему определения инструмента, например, для проверки гипотезы, это будет шикарно. Если у нас будет, например, инструмент о том, как мы можем хранить гипотезы, шикарно. Если у нас появится какой-то простой курс по thinking processes, ну, я не знаю, не курс, а лекция, да, это тоже будет шикарно. Но в этом направлении, ну, я считаю, что нужно работать. Национальное мышление. Есть замечательная книжка, очень-очень понятная, называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это факт, есть человек, не помню, как Юдовский, кто-то там, который написал эту книгу, это фанфик. И он написал во вселенной «Гарри Поттера» некоторое достаточно большое повествование, в котором указал большое количество системных ошибок мышления и разных подходов из области системного мышления, критического мышления в очень простой и занимательной форме. То есть это такое, грубо говоря, бизнес-литература, описано в фэнтезийном мире, очень легко читается и очень много интересной, полезной информации. Также в Москве сейчас проводится достаточно большое количество мероприятий по системному мышлению. Я сам туда не ходил, но… Я общался с человеком оттуда, называется «Антикафе-кочерга». Они регулярно проводят всякие курсы, встречи, метапы. Я пытаюсь до них дойти, но пока по времени не выходит. Может быть, будет кому-то. Если что, будет полезно. Я участвовал в проведении одного из таких видео. И как полезно? Я запрямую знаю ребят в кочерге. Ну, давайте. Давайте, давай. Короче. Я не готовился. Ну, в общем, есть, короче, есть, собственно, чувак Элайзер Ютковский, который написал эту книгу. Раз, два, три. Все, окей. Собственно, есть чувак Ютковский, который написал эту книгу. Вот, сейчас он отошел от чисто академических штук. Он занимается проблемами искусственного интеллекта. Но есть ребята, которые в Америке делают МИРИ. Они сейчас тоже, правда, в искусственный интеллект ушли. В общем, МИРИ – это организация, которая как раз проводит воркшопы недельные, кажется, по обучению людей критическому мышлению. Вот. И, ну, рациональности. Ладно, не буду в это углубляться. В общем, в России есть ребята, которые поддерживают эту тему, развивают это в России. Вот. Есть в Москве, собственно, антикафе «Кочерга». Вот. Там есть воркшопы. Но единственная разница в том, что ребята из МИРИ, они, ну, можно сказать, профессионалы этого дела. Вот. В Москве ребята только учатся. Вот. И поэтому это, ну, любительский уровень, как бы. Вот. Но что-то уже начинает развиваться. И, по-моему, мы воркшопов 10 уже провели. Я, как бы, не организатор. Про вот эту книгу, эта книга, это как раз есть «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вот как раз Елизавета Ютковски ее написала. Рекомендую почитать хотя бы описание кому-то. Скажи, пожалуйста, подчетчик, непонятно. Ютковский, достаточно запомнить название «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Сайсин, напиши, пожалуйста, там же пять букв. Я не помню, я знаю только название. ХМОА. Да, она гуглится. Вот прямо сейчас я могу загуглить на телефоне, но я думаю, что все сидящие здесь могут это сделать сами. Я в чатик скинул. Вот. Тоже отличное решение. Я тоже в чатик скинул вот этот курс лекций. А вы говорили про хранение гипотез, про культуру, что вы к этому стремитесь. У меня вопрос. Вот у Алекса Стильвальдера в его книге «Разработка ценностных приложений» есть ссылка на его продукт, онлайн-продукт, которым можно хранить гипотезы, записывать их и так далее. Пользовались, рассматривали их вообще. Я просто его тестировала, но еще не купила. Тут на самом же деле скорее методология первичная, а инструменты вторичные. Если вы поймете, что вам Excel недостаточно для хранения гипотез и шарения знаний, то есть в принципе то, что шарится между остальными, я думаю, что этого достаточно будет. Если выйдете за рамки этого, я думаю, что можно рассмотреть какие-то продукты, когда вы четко поймете, какая у вас проблематика и может ли закрыть этот продукт в эту проблематику. У меня вопрос был. Нет, ну не рассматривал. Извините. Начал критически мыслить сразу. Окей, тогда сколько? А, ты даже таблички не показывал, да? Шесть минут еще. Такой впервые. Ну окей. Ну если что, подходите с вопросами. Я постарался быстро, максимально просто и лаконично. Если кто-то готов эту проблематику еще дальше обсуждать и готов выступать с какими-то докладами, готов как-то критически рассмотреть. Вот, все, окей, спасибо. Ну я думаю, что… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ